здравствуйте уважаемые любители настольного тенниса здравствуйте в этом видео мы познакомимся потестируем такое основание от фирмы доктор не бауэр как high cypress carbon это вот оно такое вот компактная обычных размеров толщина сантиметр ну что в целом тоже в основании сейчас есть размер средний то есть может даже чуть больше хотя нет наверно средних раз среднего веса не размер средний вес серия у тебя что в руках у меня основание которое вышло раньше доктора не бауэра хай-тек плюс хай-тек но лучше плюс хай-тек но лучше знаете я его увидел пару лет назад впервые в руках у максима и был просто поражен как можно играть с такими размерами ну просто невероятная толщина и я был удивлен что такое существует вообще и может быть поэтому доктор выпустил вот такое компактное основание с той же скоростью а размеры меньше по просьбам наверное от многочисленных любителей что говорят слишком большое что это дало это оставила такую же скорость вот вы видите даже набивая ну колоссальная скорость это основание о в плюс при этом улучшив как бы работу в кисти то есть очень удобно теперь стала подавать подачи в целом там ну большая лопасть и не все подачи удобно подавать и сегодня мы потестируем и как бы погрузимся в глубину разных элементов на этом основании тестировать мы будем накладки уранус поле от фирмы инхе это будет справа и слева торнадо ультра доктора не бара в толщине 1 и 5 миллиметров ну что начнем наверно с подрезки начинаем с подрезки пробу поиграли подрезку ну мяч идет очень быстро как ощущение как контроль ты знаешь быстро но за счет сочетание этой скорости и веса такого что ты как бы направляешь мяч он идет как не знаю по рельсам да как как футлярчики то меньше очень низкая траектория ложится в сторону заметь короткая игра то есть основание очень быстро но в целом уголком чуть дотрагиваясь на мяча мяч падает под сетку и вынуждает соперника начинать например слабо и потом можно убивать не уже хочется как бы попробовать по агрессивничать давайте сейчас поиграем на каты и я понажимаю да давайте пробую а АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, как накат, это же должен быть конёк этого основания. Да? Ну, насколько я знаю, ты любитель комиксов. Так вот, такое ощущение, что это молот Тора. То есть огненная сила прямо в этом основании. Ты хочешь прямо вбить его и выиграть розыгрыш очень быстро. Одним ударом. Ну что же там, плотность летит? Ну, летят мячи очень быстро. И тем интереснее сейчас попробовать блоки, ну и, конечно же, контр-удары. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИПОДИСМЕНТЫ ИПОДИСМЕНТЫ ИПОまた верхнего всего АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 ну что сергей гладкие накладки на кипарисе с карбоном очень интересное ощущение как-то уже играл бальзам основанием но тут очень быстро летит неважно какая накладка даже жесткая пола уже старенькая летит просто очень сильно можно открыть ракетку и забить любую мяч мне кажется ну приток спине конечно техника должна быть другая немножко чем вы привыкли больше немножко вперед нужно закрывать прижимать мяч и переживать другие другими словами плоская игра отлично хоть ты ставишь жесткую и плоская игра слева на тензора тоже можно это то есть для любителей блока плоской игры идеально подойдет но в то же время топ спины то есть если какие-то вы играете плоско но не можете мощно лежать по подрезке вот этим основанием сочетание плоский мощный ну и конечно контур туп спин со стола я думаю тоже короткое движение вперед и мяч летит также ты заметил что тебя тянет все время вот ты играешь этим основанием чуть чуть подальше от стола ну да потому что кажется что немножко замедлить хочется отойти и все равно будет лететь и при съемках тестов уранус поле янхер на этом основании мы как раз сняли игру в дальней зоне шипами и сейчас мы посмотрим это видео которое как раз показывают качество этого основания смотрим темная процент а а м а а а Ну что, подведем итоги. Для чего это основание, в чем суть? В чем суть, Сергей? Запах кипариса, ты знаешь, сразу окунает куда-то туда, в моря. Греция, да. Итак, представьте, кипарис, карбон и бальза. Такое сочетание создает колоссальную мощь и скорость, сохраняя при этом контроль. Что можно отметить при игре шипами? Я считаю, что все виды шипов, антиспинов, встанут на это основание. Особенно, если вы планируете атаковать, да даже блоковать. Один блок будет лететь очень быстро, переводить и так далее. Но посмотри, мы играли Янхеда 2.0 и 1.5 торнадо. И то, и то очень хорошо. И причем даже с дальней зоны Янхеда попадала очень сильно. А посмотри на подачу. Все очень быстро, подаешь накат, он летит просто как пуля. Ну сам принимал с трудом. Ты лучше ответь, если гладкие накладки поставить. Ведь можно играть и гладкими на этом основании. Но я думаю, вариация игры гладкими накладками здесь очень большая. Можно и играть в приеме у стола, и играть в контре, забивать. Может быть, отходить в третью зону и там все перекручивать. Это основание позволит вам и то, и другое. Это, конечно, плоская игра. Это особенность этого основания. Ставьте любую, даже самую жесткую накладку на минимальной губке и можно забить мяч любой. Ну, то есть, другими словами, например, ставим две жестких накладки справа-слева. То есть, хорошая плоская игра, прием. Обычно же там мяч, вы знаете, то свалится, то здесь ничего, естественно, не будет сваливаться. И в то же время вы сохраните топ спины. Топ спины что же? Посмотри, ты вращал, и тебе хочется отойти подальше, крутить и крутить. Топ спины тоже работает на этом основании очень хорошо. Соответственно, будет и первый ход, и переводы, и перекруты. А что за тензорные накладки, если поставить Z1? Как тебе? Ну, очень быстро. Может быть, тогда на губке 1.8? Да, конечно, надо, конечно, тензорными накладками. Во-первых, возможно, губка 1.8. Во-вторых, играть больше вперед. Ну, там немножко подправить себе технику, скажем так, накрывать мяч. Ну, в скорость играть. Да, в скорость у стола так закрывать. Ну, что, для яркой атаки и в то же время для обороны. Кому еще можно посоветовать это основание? Да всем, наверное. Ну, и, конечно, тем, кто играл основанием High Technology Plus. Да. Может быть, попробовать этот вариант и обновиться. Обновиться, да. Может быть, что-то понравится. Ну, и те, кто ищет что-то новое в игре, и чувствуете, вам не хватает скорости. Поверьте, поставив кипарис с карбоном. Да, ну, я уверен, что новые ощущения вы получите. И новые запахи. До новых встреч. С вами были Максим Черепнин и Сергей Варновский. До свидания. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok